7 класс 34 серия метод математической индукции это метод доказательства утверждений справедливых на бесконечном множестве натуральных чисел как проводятся доказательства прежде всего надо установить верно ли для числа 1 это база индукции или основание индукции второе делается индуктивное предположение то есть допустим данное утверждение справедливо для некоторого числа к а затем индуктивный переход надо посмотреть а для числа к плюс 1 будет ли оно справедливо рассмотрим вот такое равенство нечетные натуральные числа складываются начиная с наименьшего натурального 1 делается предположение что значение суммы вот если n слагаемых значение суммы n в квадрате давайте докажем методом математической индукции прежде всего база индукции или основания справедливо ли это равенство для n равного 1 1 это 1 в квадрате 1 все верно справедливо теперь делаем индуктивное предположение допустим это равенство справедливо для к если к слагаемых то значение суммы к в квадрате допустим так а будет ли она справедливо справедливо для к плюс 1 добавим следующее слагаемое левую часть равенство здесь соответственно будет к плюс 1 в квадрате верно ли равенство по индуктивного предположению значение вот этой суммы это к в квадрате значит слева к квадрат плюс 2к плюс 1 а здесь раскрывая скобки как плюс 1 в квадрате получаем к квадрат плюс 2к плюс 1 то есть равенство верно что и требовалось доказать то есть мы доказали справедливость вот этого равенство для любого натурального н задача первое найдите три последовательных натуральных числа если известно что квадрат меньшего из них меньше произведения двух других на 50 меньшее из этих чисел обозначим за x x квадрате на 50 меньше чем произведения двух других значит x квадрат плюс 50 и тогда будет произведение двух других те которые идут следом это x плюс 1 надо умножить на x плюс 2 раскрываем скобки так теперь можно вычесть и слева и справа x квадрате решаем линейное уравнение находим значение x x равен 16 это меньшее число надо назвать три последовательных числа значит ответ шестнадцать семнадцать и восемнадцать задача вторая турист проехал четвертую часть пути и еще 15 километров если он проедет еще три четверти оставшегося пути то до конца останется 15 километров то до конца останется 15 километров каков весь путь можно решить задачу в составе уравнения за x обозначить весь путь можно решить на отрезке давайте решим на отрезке значит турист проехал сначала четвертую часть и еще 15 километров затем если он проедет три четверти оставшегося пути то останется 15 километров значит одна четверть оставшегося пути это 15 километров а весь оставшийся путь 15 умножаем на 4 60 километров 60 километров до 15 километров это три четверти всего пути потому что вот он проехал одну четверть значит остается тогда три четверти всего пути если три четверти всего пути 75 значит одна четверть в три раза меньше одна четверть это 25 километров а весь путь в 4 раза больше значит весь путь 100 километров ответ 100 километров задача третья по течению реки катер прошел за 3 часа столько же километров сколько он проходит за 5 часов против течения течения собственная скорость катера 40 километров в час надо найти скорость течения реки обозначим скорость течения реки за x км в час когда катер идет по течению его скорость 40 плюс x а когда против течения 40 минус x один и тот же путь он проходит по течению реки за 3 часа а против течения реки за 5 часов давайте решим это уравнение надо раскрыть скобки упростить и находим значение x x равен 10 значит скорость течения реки 10 километров в час уравнение и отчаян и и и и и и Продолжение следует...